Информация о том, что Надежда Бабкина пришла в себя, к сожалению, не подтвердилась. 70-летняя артистка по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам. Удалось узнать об истинном состоянии звезды и прогнозах врачей по ее лечению. Надежду Бабкину госпитализировали в одной из столичных клиник еще две недели назад, 1 апреля артистка сама обратилась к медикам. Состояние стремительно ухудшалось. Уже через несколько дней врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на другие органы. Как стало известно, официальный диагноз, который поставили врачи, звучит так – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом. Вчера в некоторых источниках появилась информация, что Надежде Георгиевне лучше, якобы она пришла в себя, удивилась, что спала неделю и тут же бодро потребовала картошки с грибами. Однако источник в больнице, где звезда проходит лечение, раскрыл истинное положение вещей. Прогнозы врачей относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны, она по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной. В сознании у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команду врачей, но с персоналом общается исключительно жестами, рассказал источник в клинике. Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких, в шею вставлена трубка и питание осуществляется через зонт. Из хороших новостей, температура у артистки сегодня 36,5. А также отрицательной динамики не наблюдается, объем поражения не увеличивается. На данный момент он составляет больше 60%, но это очень тяжелая форма. Звезду окружили вниманием, ее постоянно навещают медсестры и врачи, проводят всю необходимую терапию, в том числе и антибиотиками. Также возникает справедливый вопрос, почему у Льва Лещенко, который старше артистки и оказался в клинике с примерно тем же диагнозом, болезнь протекала гораздо легче. Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением, продолжает источник. Поэтому усугубила ситуацию, так ни в коем случае делать нельзя. Кроме того, у певицы имеется ряд сопутствующих осложнений, которые влияют на здоровье, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы. А незадолго до того, как угодить в больницу, звезда экстремально худела и сбросила за короткое время почти 20 килограммов. Что тоже могло подорвать иммунитет. Пока никто из родных Надежды Георгиевны не госпитализирован, в певица близких также не пускают, однако ежедневно информируют о ее состоянии. А вот коллегу по шоу «Модный приговор» историка моды Александра Васильева уже также положили в больницу, в коммунарку. Мужчина чувствует себя хорошо и надеется, что скоро сможет покинуть палату.